Перейдем теперь к следующей монаде, к монаде списка. Тип списка является базовым, фундаментальным для Хаскеля, и для него может быть реализован представитель класса типов монад. И, конечно же, он реализован в стандартной библиотеке. Монада списка представляет собой довольно сложную монаду. Это одна из самых удивительных монад, потому что тот вычислительный эффект, который связан с монадой списка, он не имеет аналогов в большинстве языков программирования. Монаде списка рассматривается как вычисление со следующим эффектом. У вычисления может быть много значений. То есть, когда у нас некоторая функция возвращает нам список, является к стрелке к лейсли для монады списка, это означает, что функция просто возвращает 1, 2, 3, 5 или 0 значений. А еще иногда говорят в этом случае про недетерминированное вычисление. Когда у нас возникает цепочка таких недетерминированных вычислений, это на самом деле означает, что наши вычисления на каждой инструкции разветвляются. Сколько элементов в списке, столько у нас в ветве и вдаль вычислениях. То есть, если первая стрелка к лейсли вернула нам список из трех элементов, то дальше у каждого из этих элементов, следующая инструкция берет каждый из этих элементов, и дальше, если опять следующая стрелка к лейсли возвращает, скажем, 2 элемента, то у нас уже получится 6 элементов. Ну и так далее. То есть, у нас возникает такое дерево вычислений, а в конце все это дерево соединяется. Каким образом она соединяется? Как организовано вычисление в монаде списка? Давайте перейдем к реализации этой монады. Но сначала посмотрим на примерах, как работают операторы return и оператор монадического связа. На самом деле с оператором return мы уже сталкивались. Оператор return полиморфен, поэтому если я хочу сказать, что меня интересует монада списка, я должен явно указать, в какой монаде я этот оператор return использую. Я передаю значение, мне должна вернуться простая упаковка в список этого значения. Ну вот я указываю, что целевой тип список значений типа int, и мы видим, что у нас возвратился список из одного значения. То есть, return в рамках недетерминированных вычислений делает детерминированное вычисление, в том смысле, что он имеет в точности один результат. Монада списка позволяет вычислениям иметь много результатов. Итак, поняв, как работает return, давайте посмотрим, как работает bind. Как мы помним, тип оператора bind следующий. Здесь мы должны передать некоторое значение, упакованное в контейнер. В нашем случае это список, поэтому в качестве левого оператора мы передаем какой-то список. Ну, давайте передадим список 1, 2. Дальше мы напишем оператор монадического связывания. И здесь мы должны передать некоторую стрелку к лесли, функцию. Давайте сформулируем эту функцию по месту. Она должна принимать некоторое значение, ну, обозначим x, произвольное значение. И что она будет возвращать? Ну, например, она будет повторять этот элемент три раза. Список x, x, x. Это как раз стрелка к лесли в нашей монаде списка, потому что возвращаемым значением у нас должен быть некое произвольное значение, упакованное в список. Ну, вот у нас в список упаковано какое-то значение. Возвращается список. У нас вычисления недетерминированные. Здесь у нас имеются два возможных результата вычисления, а здесь на втором шаге у нас три результата вычисления. Поэтому в итоге у нас должно получиться шесть результатов вычисления, и мы видим, что именно так это происходит. Сначала вычисления происходят на единицу у нас, возвращается список 1, 1, 1. Дальше у нас вычисления происходят на двойке, возвращается список 2, 2, 2. А потом результаты конкатенируются друг с другом, и мы получаем результирующий список. Если мы сделали бы список длиннее, то мы получили большее количество результатов. Если мы сделаем список короче, то мы получим меньшее количество результатов. В данном случае мы получим 4 результата. 1, 1, 1, 2. А в данном случае мы получим ровно 2 результата. Кстати говоря, то, что здесь написано, то, что было и то, что получилось, это на самом деле не что иное, как второй закон монад. Потому что вот эта функция, это в точности оператор return до списка. А мы знаем, что если мы прицепим в конце к некоторому монадическому вычислению, ну в данном случае это список 1, 2, оператор return, то значение должно не измениться. Мы видим, что для списка второй закон выполняется. Ну и наконец последняя очень полезная идея, это тоже подходит по типу, это тоже стрелка к лейсли. Возвращается пустой список. Что же у меня происходит в этом случае? Оказывается, что результатом является пустой список. Пустой список вообще работает в монаде списка приблизительно так же, да не приблизительно, а точно так же, как работает nothing в монаде maybe. Он прерывает вычисления, но, к счастью, в данном случае он прерывает одну данную цепочку вычислений. Если в какой-то цепочке вычислений у меня встретится пустой список, то эта цепочка засыхает и не дает никакого вклада в окончательный результат. Остальные цепочки могут вернуть не пустой список. И те цепочки, они вклад в окончательный результат дадут. Теперь после того, как мы посмотрели, как монада списков работает, давайте попытаемся это поведение реализовать. Ну посмотрим сначала на то, как реализуется оператор return. Оператор return реализуется очень просто. Он берет значение и упаковывает его в список, дает одноэлементный список. Ну, собственно, оператор return мы уже и видели, мы знали, мы посмотрели на его поведение, потом мы его использовали, и внутри монады списка он реализован именно таким образом. Давайте теперь посмотрим, как реализован оператор монадического связывания. Что вообще оператор монадического связывания делает, как мы видели из примеров? Он просто должен взять вот этот вот исходный список, дальше применить к этому исходному списку стрелку к лейсли. Но если я применю вот эту стрелку к лейсли к каждому элементу исходного списка, что я получу? Давайте мы попытаемся это сделать. Вот наша стрелка к лейсли. Мы берем, поскольку мы к каждому элементу должны ее применить, то это функция map. Функция map что делает? Она запускает это, отображает это вычисление на наш список. У нас первый элемент получит список из трех элементов, второй элемент получит список из трех элементов. То есть у нас структура контейнера не изменилась. Был контейнер из двух элементов и остался контейнер из двух элементов. Но поскольку функция из значения в список, то здесь для каждого значения у нас получается список. То есть функция map увеличивает количество списков в нашей конструкции, у нас получается список списков. Что нам нужно сделать, чтобы получить тот результат, который у нас был? Ответ понятен, сконкатинировать внутренние списки. То есть если мы вызовем теперь здесь еще функцию concat, конкатенацию, то мы получим как раз интересующий нас результат. Итак, на самом деле то, что нас интересует, это композиция функции concat и map. Если мы посмотрим на реализацию оператора связывания для списка, мы увидим, что именно так она и реализована. Если у нас слева список xs, а здесь какая-то стрелка клейсли, то мы должны сделать ровно это. То, что я сделал на примере, мы делаем здесь. Мы просто берем, отображаем стрелку клейсли на список, получаем список списков. А дальше конкатинируем результат и получаем как раз то самое множественное ветвящееся вычисление, которое у нас было до этого. Ну и наконец, последнее, с чем нам нужно познакомиться, это с функцией fail. Функция fail в списках реализована по аналогии с maybe. Никакого дополнительного эррора не существует. Fail просто возвращает нам пустой список. Это значит, что та цепочка вычислений, которая у нас связана с этим файлом, засыхает и не дает никакого результата в ответ. Теперь мы знаем, как строится ответ. Ответ строится конкатенацией списков. Вот у нас был некоторый подготовительный результат, map, отображение. А дальше мы должны сделать concat. Но если в этом списке встретился пустой список где-то, то он в конкатинированный результат никакого вклада не дает. Вот. Именно поэтому такой fail очень хорош. Он не прерывает никак вычислений. Но он просто говорит, что данное конкретное место в цепочке вычислений не дает никакого вклада в результат. На самом деле монады списка имеют очень тесную связь с конструкцией, которую мы изучали в свое время. Это так называемые генераторы списков. List comprehension. Давайте посмотрим, как связано одно с другим. Вот перед нами три примера функций. Функция, ну это не функция, это некоторое значение. Сначала мы это значение получаем с помощью выделения списков. У нас есть синтаксис с генераторами списков. x берется из 1, 2, 3, y берется из 4, 5, 6. И мы возвращаем множество всех пар x и y. Если мы перейдем в интерпретатор и наберем там команду list, то она предъявит нам сконструированный список. Это действительно все множество пар, которые отсюда можно породить. Сначала 1, 2, 1, 4, 1, 5, 1, 6. То есть правый генератор работает чаще, чем левый. Потом 2, 4, 2, 5, 2, 6. И наконец 3, 4, 3, 5, 3, 6 на последнем генераторе. Но мы можем увидеть, что это происходит на самом деле ровно то, что у нас имеется в списках. Действительно, вот такая вот функция в монаде списка будет выполнять в точности ту же работу. То есть сначала у нас первая инструкция, это список 1, 2, 3. И мы из него вынимаем значение x. Дальше 4, 5, 6 мы вынимаем значение y и возвращаем пары x и y. Как мы сказали, вычисление в монаде списков это целое дерево вычислений. Сначала у меня первая инструкция говорит, что у меня есть список 1, 2, 3. И мое вычисление как бы расстраивается. Вычисление с x равным 1, вычисление с x равным 2 и вычисление с x равным 3. Дальше следующая инструкция у меня опять список. И у меня уже каждый из расстроенных деревьев опять расстраивается. Единица с четверкой, единица с пятеркой, единица с шестеркой в первую тройку попадают. двойка с четверкой, двойка с пятеркой, двойка с шестеркой во вторую тройку, ну и так далее. То есть у меня получаются три тройки вычислений, а дальше просто говорится, что нужно вернуть в монаде списка все такие возможные пары. И в каждой из этих девяти цепочек вычислений у меня конструируется девять пар, которые вы видите здесь в результате, и дальше они конкатенируются в единый список. В итоге у меня получается, что это выражение, и это выражение это просто одно и то же. Более того, вот это вот выражение, выделение списков list comprehension, или генератор списков, как его еще называют, при трансляции в Haskell'е транслируется ровно вот в эту конструкцию. То есть выделение списков транслируется в более низкоуровневую конструкцию, в монаду списка. Фактически она транслируется даже не в do-нотацию, а просто вот в такую вот конструкцию с байдингами напрямую. Отсюда сюда. Потому что вычисление list' мы можем переписать на языке операторов bind как list2'. Эта функция выполняет ту же самую работу, но мы можем легко это проиллюстрировать, вызвав list' и, наконец, list2'. Мы видим, что результат один и тот же. Более того, первое и второе на самом деле перед исполнением транслируется в третье, которое в действительности и исполняется.